Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. И давайте попробуем пройтись по криминальным фронтам России. Василий Островский районный суд, это Питер у нас, приговорил бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Этот бывший чиновник признан виновным в получении двух взяток в особо крупном размере на общую сумму 8,5 миллионов рублей. Кроме реального срока лишения свободы, суд также запретил Михаилу Москвину занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет после отбытия этого основного срока наказания. Обвинение, я хочу напомнить, обвинение это прокуратура, в свою очередь запрашивала для бывшего вице-губернатора Ленобласти 8 лет лишения свободы, в два раза больше, чем ему дали реально в колонии строгого режима и штраф в размере 27 миллионов рублей. Ну а чем же он разжалобил суд Михаил Москвин? Он признал свою вину в суде, подчеркнув, что помогал следствию разобраться в том, что он натворил, и осознал всю тяжесть содеянного. А также он слезливо напомнил, что любому человеку невозможно прожить без ошибок. Он считает, что это была его главная жизненная ошибка. Получение взяток двух, напоминаю, на 8,5 миллионов. Ай, хорошая ошибка. Бывшему гендиректору АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей на... Опять чуть споткнулся... на гособоронзаказе. А я бы не раздумываю, отдавал таким вышку, понимаете, потому что все, что они воруют, это не дошло, значит, до передовой, и где-то кто-то обязательно погиб или стал инвалидом по вине вот такого вот Валерия Дрогалина. Вышку к чертовой матери, а так до 10 лет. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, послушайте, что он натворил, обвиняется в выводе из России более 48 миллионов, ой, миллионов, миллиардов рублей. Ужас, какая цифра, но это не все. Чуть ранее следствие заочно признало его виновным по делу о создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126, опять же, миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АОКБ Молдиндконбанк, еле выговорил, посредством незаконных валютных операций. Вот что он натворил. Ну, головастый мужик, наверное, Платон. Так что, и живя, и работая, и имея бизнес в Молдове, видите, как можно ограбить Россию. Четыре жительницы Дагестана, 26, 28, 35 и 37 лет, задержаны по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей под предлогом оказания услуг по оформлению социальных выплат. А их жертвами стали несколько тысяч земляков, то есть жителей Дагестана. Эти женщины, женщины-хищницы, можно сказать, размещали в интернете ложные объявления об оказании услуг по оформлению, то есть ничего не собирались они услуги оказывать, по оформлению социальных выплат, по уходу за ребенком, помощи молодым семьям, начинающим предпринимателям, пенсионерам и т.д. и т.п. За эту помощь, в кавычках, которую они, повторяю, не оказывали, они брали от 40 до 500, до полумиллиона рублей, до 500 тысяч рублей. А деньги, которые им рекой текли на их счета, они присваивали и тратили на личные нужды. Ну, видно, нужды у них большие, посмотрите, больше 100 миллионов рублей прикарманили. Ну и жители Дагестана, эти доверчивые, как дети жителей, они куда-то загоняли свои бабки от 40 тысяч до полумиллиона и даже не спрашивали, а покажите, значит, где, что вы, как вы делаете, дайте посмотрим хоть на одно ваше доброе деяние. Нет, просто отдавали свои деньги. Ну что ж, я думаю, что все нормально, задержаны будущие осужденные, но денег вряд ли удастся им вернуть. В ходе приема сторон в Измайловском суде Москвы прокурор потребовал назначить главе банка БКФ Ольге Миримской, знаменитая когда-то была женщина на весь мир или на всю Россию, как минимум гремевшая, наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей за попытку подкупа судей исследователя. Вы представляете, значит, ей сейчас грозит, ну, по крайней мере, прокуратура надеется, что суд даст 20 лет лишения и 500 миллионов штрафа. А для бывшего следователя СКР Юрия Носова обвинитель попросил 13 лет лишения свободы и штраф в 111 миллионов рублей. В чем же обвиняет эту дамочку Микримскую? Обвиняет ее в даче взяток автомобилями, ну, не только жборзами щенками берут взятки, но и автомобилями этому самому следователю, бывшему Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взяток судьям на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Ну, это немного. Ну, вы сами видите, значит, что творится. Да, немного. Это примерно на 300 тысяч всего лишь больше, чем стоит моя квартира. В 2015 году Ольга Миримская занимала 22 место в рейтинге «Богатейшие женщины России». Ну, 22 место. Может быть, это и неплохо, я не знаю. Значит, может быть, там всего 22 женщины были богатейшими по версии этого журнала, журнала Forbes Woman. Forbes Woman. Ее состояние тогда оценивалось в 100 миллионов долларов. Ничего себе. Да. Ну, вот, а теперь она, видите, будет бесплатно жить на шее у того народа, который она грабила. В Подмосковье арестовали 21-летнего молодого человека, который убил свою маму. 11 октября он со своей 47-летней, тоже молодая женщина, матерью находился в квартире в городском округе Химки. И там он во время ссоры несколько раз ударил женщину ножом, ну, маму, и она скончалась. А задержанный на допросе пояснил, что совершил это преступление из-за того, что мать буквально проедала ему плешь, из-за того, что он нигде не работает, сидит у нее на шее и постоянно пьянствует. И вот ему это надоело, и он убрал препятствия на своим жизненном пути, убил маму, и теперь, по статье 105-й, имущественное убийство окажется на скамье подсудимых и на нарах. Житель Коми был приговорен к лишению свободы сроком в 10 лет за незаконную попытку пересечения границы Белгородской области с целью вступления, как вы думаете, куда? Да, в ряды вооруженных сил Украины. Эта попытка была пресечена пограничниками России, по Белгородской и Воронежской областям, а он это, так сказать, делал по указивке со стороны, через интернет, какого-то украинского своего куратора, который, значит, все ему рассказывал, как и куда надо, значит, идти, где перейти, куда прийти, где получить обмундирование и куда стрелять. Ну, сволочь, предатель, изменник Родины. Уроженцы Украины еще одного задержали в Смоленской области, вот в моей родной области. Молодцы ФСБшники, молодцы полицейские. 43-летний мужчина призывал убить, ну, наверное, граждане сдали его, призывал убивать, буквально убивать, лишать жизни военнослужащих России и Белоруссии. Федеральная служба безопасности выяснила, что этот мужик состоял в интернет-сообществах, которые курировали украинские спецслужбы. Членов этих сообществ Киев пытался привлечь к диверсионной деятельности и к разведывательной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. И теперь до пяти лет лишения свободы ему придется отбывать. Жильцы одного из домов по улице Верейкица в Ульяновске вызвали правоохранителей после того, как услышали какие-то странные звуки, как им показалось, даже что-то типа стрельбы. Полицейские прибыли быстро. При входе в подъезд увидели в дверном проеме мужчину с карабином в руках. И он несколько раз, этот мужчина, выстрелил в сторону стражей правопорядка. Ну а сотрудник полиции в соответствии с законом применил огнестрельное оружие, тяжело ранил злоумышленника. Пока вызванная бригада медиков приезжала, он скончался. Ну, по данным следствия, мужчина этот посчитал, что соседи сверху чрезмерно громко себя ведут, шумят, поют, может быть, ну праздник, может быть, у людей какой-то был. Он взял карабин охотничий, поднялся на этаж выше и несколькими выстрелами уложил соседей сверху, мужчину и женщину, которые от полученных ранений огнестрельных скончались на месте. Ну и он, так сказать, скончался от выстрела полицейского. Молодец полицейский, метко стреляет. Поощрить надо, поощрить надо. Но не вернешь людей. Я просто хочу сказать, до чего же люди, так сказать, злые, до чего они подозрительные, до чего они готовы, так сказать, ради собственного благополучия, вплоть на убийство, понимаете? Или глотку готовы перегрызть. Вот что пугает. Вот что настораживает в нашей жизни. В Московской области мужчину обвиняют в том, что в марте этого года он ударил, в марте, почему в марте, объясняю, а мы только сегодня об этом говорим, он ударил своего знакомого по голове, в результате чего тот скончался. Ну и он сжег этого человека, который скончался, своего знакомого, ну и по ветру развеял, так сказать, его бренные останки. А как это было? Вот просто тогда, 8 марта, 32-летний житель Каширы ушел из дома и не вернулся. И объявлен был, так сказать, в розыск, как без вести пропавший. До сих пор вот не было известно, что же с ним случилось, где он или где хотя бы его тело. И вот сейчас выяснилось, что из-за конфликта он был убит ударом в голову. Обвиняемого уже задержали на сегодняшний день. И он признал свою вину. В Якутии, вот тоже жестокость, откуда такая? В Якутии задержали 5 человек за жестокое обращение с животными. Что эти подонки делали? Причем трое из них несовершеннолетние, а все они в возрасте от 16 до 19 лет. Молодые, молодые, жить да жить. А они что делали? Трое юношей этих и две девицы. Они находили в интернете объявления о продаже кошечек разных пород, приобретали их, а затем жестоко, жесточайшим садистским способом и разными садистскими, которые они сами выдумывали откуда-то или, не знаю, или черпали откуда-то тоже с каких-то темных страниц интернета, способами лишали жизни, издевались по-всякому. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Им предъявлено обвинение. Ну, опять же, к разговору о воспитании, к разговору о поведении, к разговору о том, откуда берется эта жестокость. Я думаю, что все в совокупности, что происходит и произошло уже с Россией, дает не то, что новое поколение молодежи, новое поколение молодежи прекрасное, очень знающие, очень начитанные, очень подкованные, очень развитые люди, молодые, стремящиеся к вершинам и знаний, и дел. Но в то же время, в то же время, это вершина айсберга светлая, а внизу там подвизаются, рождаются, вырастают такие звери, что просто мама не горюй, понимаете? Вот эта вот девочка, помните, убила в Тольятти, по-моему, своих сестричек, сестричек единоутробных, двух и пяти лет, а ей 13. Или вот эти вот пацаны, что приходят в школу и мочат там из-за отцовского ружья и школы, в колледж, своих одноклассников, однокурсников. Или вот этот вот, о котором я сказал, 21-летний бездельник и пьяница, который свою маму 47-летнюю просто изрезал на куски. Что-то не то, что-то не так. Где-то вывих произошел, страшный вывих и трудно исправляемый, как мне кажется. Очень трудно исправляемый. Но придется исправлять с кровью, может быть, со слезами этот нарыв вырезать и менять и законодательство, менять и отношения, менять и идеологию, и культуру, и искусство, и науку, и все менять в сторону света, в сторону библейских заветов. Не убей, не укради и так далее. Без этого Россия не выживет. Надо возвращать народные традиции. Надо напрочь отрезать от России возможность смотреть то, что нормальному человеку смотреть не следует, по тому же интернету. иначе, иначе вот эта волна насилия, жестокости, волна удешевления человеческой жизни, волна деньголюбия, она девятым валом прокатится и катится уже по нашей стране и сметет все на своем пути. Все. Если Рим древний, древние цивилизации были сметены как раз златолюбием, похотью, корыстью, то Россия современная не исключение. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Добра всем, мира и любви к животным и помощи нашему приюту домашнему Котовасия 67. Я вас уверяю, что если ваши дети, ваши внуки, вы сами, может быть, воспитывались и воспитываются и будут воспитываться на любви к братьям нашим меньшим, то никогда только по дикой случайности или неосторожности появится, может появиться то, о чем я рассказал, но не по злому умыслу. Никогда. Любите животных, помогайте им. И мира нам всем. Пока. Пока.